Она запланированная и анонсирована была сегодня утром. Я позволю вам озвучить, о чем мы сегодня будем говорить. Это наиболее актуальный вопрос обеспечения дорожной безопасности. В целом много вопросов поступило в наш адрес с учетом тех изменений, который претерпел административное законодательство. На все вопросы, которые поступили в наш адрес, сегодня ответит заместитель начальника главного управления ГАИ МВД, полковник милиции, занимон Александр Яковлевич. Позвольте тогда, Александр Яковлевич, сразу перейти к первому, к актуальному вопросу, который поступил в наш адрес. Это о практике привлечения к административной ответственности за пройденный техосмотр с использованием камер фотофиксации. Добрый день. Уважаемые коллеги, коллеги, с того основания, что мы, наверное, всеми с вами работаем все-таки на обеспечение безопасности дорожного движения, вы в том числе, мы в какой-то более, скажем так, приближенной, и вы, освещая вопросы безопасности дорожного движения и средствах массовой информации, тоже, скажем так, носите свою лепту в пропаганду этой самой безопасности дорожного движения. Поэтому действительно очень много, скажем так, обсуждений в сети интернет, в том числе идет с вопросов, связанных с фотофиксацией технического осмотра транспортных средств, возможности вынесения постановлений в автоматическом режиме. Хочу вас уверить, что такая возможность вынесения постановлений в автоматическом режиме, она на самом деле существует. Я думаю, что отдельные средства массовой информации уже получили возможность фотографии вынесенного постановления о привлечении лиц к административной ответственности в таком порядке. Это не фейк, как сейчас модное слово, да, то есть это действительно такая работа нами в рамках внедрения нового административного законодательства, она осуществляется. Следующие, скажем так, вопросы, которые поднимают, скажем так, обсуждения, наиболее обсуждаемые, да, то есть какие средства используются для фотофиксации. Используются средства, как используемые в настоящее время по фиксации нарушений скоростного режима, так и средства республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Другой вопрос о том, что да, где-то по отзывам читаю в интернете о том, что люди получают письма счастья, связанные с нарушением скоростных режимов, но при этом сведений о непрозненном государственном техническом осмотре нет. Все очень просто, скажем так, проверка на наличие прохождения, наличие разрешения на допуск к участию в дорожном движении транспортного средства производится не, скажем так, по всем нарушениям, а осуществляется выборочно. То есть мы не все нарушения правил дорожного движения прогаляем через фильтр получения, скажем так, разрешения на допуск к участию в дорожном движении. Объясню почему. Во-первых, задача госавтоинспекции на самом деле это обеспечить присутствие на дорогах технически исправного транспортного средства и ни в коем случае не привлечение к административной ответственности за какое-либо нарушение. В данном случае за управление без этого допуска. В связи с этим вот это, скажем так, определенное дозированное привлечение к административной ответственности с этим и связано. То есть мы говорим о том, что наша задача на теперешний момент максимально, скажем так, в правовом поле заинтересовать граждан приехать на государственный технический осмотр. Наши коллеги подготовили нам определенные цифры из Белгостехосмотра. Так вот, за текущий год количество транспортных средств, которое приехало на станции диагностики и получили разрешение на участие в дорожном движении, их за вот этот период уже больше, чем за весь 2020 год. Вы, наверное, можете или могли наблюдать определенные всплески сразу после Нового года. Это было связано с отвязкой техосмотра уплаты госпошлины. Затем немножко спад. И потом, наверное, перед самым мартом, когда все начали знакомиться с новым административным законодательством и увидели возможность привлечения к административной ответственности в автоматическом режиме, очень много кто поехал таким же образом на станции диагностики. Причем вот эту тенденцию мы наблюдали на протяжении всего марта месяца и фактически до настоящего момента. Я скажу, что март месяц явился, скажем так, самым таким пиковым месяцем для прохождения государственного технического осмотра. То есть наибольшее количество транспортных средств приехало на станцию диагностики именно в марте месяца. Практически такая же тенденция сохранилась и в апреле месяце. Поэтому мы по большому счету видим, что люди заинтересованы в том, чтобы не нарушать законодательство, пройти государственный технический осмотр и, скажем так, обеспечить исправность своего транспортного средства или проверить исправность своего транспортного средства и участвовать совершенно безопасно в дорожном движении. Именно этом продиктовано такое отношение госэфтоинспекции к нынешним фактам нарушений. Я могу сказать, что если из, скажем так, выбранного массива проездов транспортных средств под камерами, если в начале марта мы фиксировали и видели, что порядка, иногда доходило даже до 50% транспортных средств ездило без государственного технического осмотра, то на теперешний момент мы смотрим, что эта цифра снижается существенно. Если мы возьмем весь период, скажем так, работы системы, то на теперешний момент это порядка 18-20%. То есть из того, что мы берем в обработку и какой результат получаем на выходе после того, как проверяем наличие разрешения допуска участия в дорожном движении. То есть мы отмечаем в том числе и тенденцию к, скажем так, к снижению вот этих правонарушений. Поэтому полагаем, что вот эта система новая, которая вступила с 1 марта 2021 года, она позволила спрофилактировать, в первую очередь спрофилактировать, приведу позже еще один пример, почему я говорю о профилактике, спрофилактировать достаточно значительное количество нарушений. Почему мы еще говорим о профилактике? Как вы знаете, новое административное законодательство предусматривает возможность вынесения по ряду административных правонарушений, если оно выявляется впервые у лица, предупреждения. То есть лицо считается непривлеченным к административной ответственности, в отношении него вносится предупреждение. Так вот, то, что касается нарушений, которые, постановлений, которые вынесены были по, скажем так, выдаче разрешения на допуск участия в дорожном движении, 97% этих постановлений было вынесено с предупреждением лицу, который эксплуатирует такое транспортное средство. Но при этом нашлись несколько фактов, где лицо уже, кроме того, что оно получило один раз предупреждение, второй раз получило штраф уже за участие в дорожном движении без разрешения, ну и уже умудрилось даже за эти полтора месяца уже и третий раз попасть на камеры фотофиксации. И мы уже вынесли в отношении него уже третье постановление в отношении одного и того же собственника транспортного средства. Поэтому, к сожалению, такие случаи есть, но тем не менее мы констатируем, что, скажем так, вот эта профилактическая функция самой законодательной нормы и профилактическая функция того, что мы стали применять на практике эти нормы, она возымела свой эффект. И как по количеству выявляемых нарушений, так и по количеству транспортных средств, которые были, в принципе, представлены в государственный технический осмотр. Читая предыдущие, скажем так, материалы на эту тему, почитал несколько отзывов и, как бы, кое-кто сомневается в том, что, в принципе, в государственной автомобильной инспекции есть возможность анализировать и смотреть, есть ли разрешение на допуск участия в дорожном движении и насколько оперативно мы получаем эту информацию и насколько оперативно и автоматически мы обрабатываем эту информацию. Мы сейчас продемонстрируем вам возможности системы, коллега мой. По понятным причинам мы удалили все персональные данные лица. Ну, вы можете увидеть, да, о том, что, в принципе, у нас есть сведения не только о прохождении государственного технического осмотра, у нас сведения в том числе есть и о наличии договоров страхования. Как вы видите, розыске транспортное средство не значите, гостехосмотр допущен к участию в дорожном движении, разрешение номер такой-то 24 месяца. Можете посмотреть дату выдачи разрешения. 26.04.2021 года. То есть, вчера. Оперативная информация формируется у ПБЛТ-осмотра и также оперативно она появляется у нас. Такую возможность на теперешний момент имею не только сотрудник главного управления ГАИ, который сидит здесь за компьютером, но и любой инспектор, у которого есть планшет. Точно так же давайте покажем там, где отсутствует государственный технический осмотр. Таким же образом, да, мы видим, это, кстати, один из лиц, который недавно было привлечено к ответственности в автоматическом режиме. Розыск транспортного средства, страхование и отсутствие допуска к участию в дорожном движении. То есть, эта вся информация тоже. Как и говорю, эта информация возможна уже получение к каждому инспектору на дороге при проверке транспортного средства. Если есть у кого-то желание, можем продемонстрировать. Ну, называйте. 0128. Это ваш автомобиль? Да. Тут мы волнуемся, мы надеемся, что получится. Ну, давайте, коллега, пока готовьтесь. Я еще не сказал, что я на нем езжу. Мы даже не думали выходить из здания и проверять. Поэтому, на самом деле, возможность такая есть. Мы работаем с этими нарушениями. И насколько интенсивно мы будем пользоваться такой возможностью, будет зависеть от того, насколько мы будем видеть, скажем так, насколько работает профилактическая функция. То есть, если мы будем отмечать, что действительно количество этих нарушений, потому что очень много тоже поднимает вопросов, а все камеры будут фиксировать. То есть, если мы с вами начнем работать с каждой камерой фотофиксации, которая на сегодняшний момент имеет возможность распознавания регистрационного знака транспортного средства, вот мы начнем с ней работать. и весь транспортный поток будем сканировать. То есть, опять-таки, говорю, что задача наша – это обеспечить профилактическую функцию данной нормы. Поэтому вот в этом направлении мы и будем работать. Скажем так, будем стараться поддерживать интерес граждан к тому, чтобы они соблюдали законодательство в той части, что предоставляли транспортное средство на государственный технический осмотр. По первому вопросу есть какие-то дополнения, замещения? Сейчас мы, наверное, все-таки покажем или не покажем? У нас, кстати, да, новое здание. Надеюсь… Вы видите, сколько установлено камер, которые текстируют правонарушения? Да, я понимаю, ваши вопросы. Сегодня фактически то, что касается НПР. Мы сегодня можем работать с любой камерой, которая работает, скажем так, фиксация нарушений скоростного режима. С ней мы с любой камерой в сегодняшний момент можем, параллельно обрабатывая нарушения скоростного режима, параллельно обрабатывать и фотофиксацию. И камеры, которые подключены к республиканской системе мониторинга общественного безопасности. Как будет развиваться система мониторинга, соответственно, будет увеличиться количество камер. Есть ли? Очень много. Не так ли они обрабатываются? Ну, вам информацию в другом подразделении скажут, почему их так много. Но, во-первых, не все из них позволяют распознавать регистрационный знак, потому что у них могут быть совершенно разные функции. То есть те, которые установлены в метро, понятно, что они не будут использоваться для регистрации проезда транспортного следствия. Как только, например, в республиканскую систему мониторинга общественной безопасности заведут камеры, например, которые будут установлены на заправках, мы тогда в таком случае вообще можем сказать, что все остальные камеры нам не нужны. Потому что понятно, что гражданин приедет в какой-то момент все-таки заправляться на заправку, и камера его в определенный момент выходит. Но, опять-таки, мы не говорим о том, что цель сегодня госэктоинспекции – это нарастить количество камер. То есть мы можем вполне комфортно работать с тем количеством, которое у нас есть, или с тем количеством нарушений, которое мы считаем. Что мы сегодня взяли массив, например, тысячу проездов под камерой, мы этот массив обработали и вынесли 100 постановлений. То есть задача нарастить возможности на сегодняшний момент, она не стоит. Потому что мы видим, даже мне, мои знакомые, звонят, говорят, что у вас творится на станции диагностики, потому что они еще по привычке думают, что это относится к сфере государственной автомобильной инспекции. Я, честно говоря, сам был в шоке, когда 5 или 6 января, уже не помню, вышел с отпуска и проходил мимо нашей станции диагностики, я не понял, откуда столько автомобилей стоит. Это первая волна, когда прошла, когда отменили сборы. И вторая волна прошла, когда вот здесь, даже вдоль магазина этого БИКСа здесь был, очередь стояла прямо туда на заезд на станции диагностики. То есть люди, скажем так, в своем большинстве у нас законопослушны. Поэтому мы вот это, скажем так, законопослушание просто постараемся поддерживать на должном уровне за счет профилактического воздействия. Ни в коем случае не за счет каких-то штрафных санкций. Ну, из журналистов еще и спрашивали, Александр Яковлевич, камера работает в полном объеме, да, или в тестовом? Раз выносится на сегодняшний день постановление о привлечении к административной ответственности, вернее, ну, опять-таки, я же говорил о том, что в своем большинстве мы на теперешний момент выносим постановление с предупреждением. Съемки, съемки всего остального попрошу как бы согласовать с владельцем автомобиля, судя по всему, да, потому что там персональные данные, поэтому. Хорошо, спасибо. Я думаю, что мы можем перейти к обсуждению уже немножко другого вопроса, опять же поступившие к нам от журналистов, в том числе и от читателей. Значит, даже за незначительное ДТП с созданием аварийной обстановки водитель может получить штраф и лишиться прав. Теперь, на сегодняшний момент. Что касается водителей, у которых до этого были другие нарушения, то есть какие именно до этого должны быть предыдущие нарушения, чтобы водители лишили прав. На самом деле законодательство и старое, и новое, оно, скажем так, носило достаточно обтекаемую форму и говорило о том, что решение и меры взыскания выносятся в соответствии с характером совершенного правонарушения, личности правонарушителя. Вот, в принципе, в этой части ничего не изменилось. С теми же самыми положениями мы будем руководствоваться при вынесении постановления определенных, да, и применении мер взыскания к лицу совершившего ДТП. Нет универсальной формулы о том, что есть три нарушения, из которых один – скорость, второй – техосмотр, значит, здесь будет лишение. Есть пять нарушений, из которых, там, по пяти из них вынесены предупреждения, значит, мы не применяем лишение. То есть само нарушение само по себе, да, повлекшее ДТП, оно может быть тоже совершенно разное. Например, нарушение правил обгона определенное, да, которое повлекло повреждение транспортных средств. То есть уже даже вот это достаточно серьезное нарушение, которое характеризуется высокой степенью тяжести последствий, да, само по себе нарушение, оно, в принципе, в единичном случае может повлечь лишение права управления транспортным средством. Но в каждом случае подходы будут совершенно индивидуальные, исходя из, опять-таки, тех положений, которые, говорю, общих положений, которые заложены в законодательстве. Характер совершенного правонарушения, характер личности, учет личности, материальное положение, все-все-все-все-все те условия, которые прописаны в законодательстве. Универсальной формулы не было, нет, и, судя по всему, в ближайшем будущем так точно, наверное, не будет. Спасибо, Александр Яковлевич. Следующий вопрос. Отсутствие медицинских справок. Вопрос отсутствия медицинских справок. Начнут ли их проверять, а в случае отсутствия отстранять от управления, или они нужны только при получении и замене водительских прав? Ну, этот вопрос не связан с внесением в действующее законодательство. В принципе, в этой части ничего не поменялось. Мы уже давным-давно отказались от наличия медицинской справки у водителя транспортного средства на дороге. Мы не проверяем сотрудники госинспекции на дороге, наличие медицинской справки не проверяют. Мы проверяем только при замене, либо обмене, либо выдаче водительского удостоверения. В этой части ничего не изменилось, никаких новых требований к наличию медицинской справки. Единственное, конечно, что мы в рамках закона о дорожном движении немножко совершенствованием порядок этого освидетельствования. То есть мы немножко расширяем полномочия Министерства здравоохранения. По большому счету, в той части, что если они выявляют какие-то заболевания, скажем так, пришел человек, обслуживаются в поликлинику, у него там вывели какое-то заболевание, они должны в принципе на каком-то первоначальном этапе дать для себя оценку, не препятствует ли это управлению транспортным средством. И если у них есть какие-то сомнения, в этом случае они будут отправлять его на медицинскую комиссию. Но ни в каком другом порядке. То есть вот исключительно вот так. В итоге, ну если речь идет о периоде времени, когда у него эта медицинская справка есть, ну как правило она выдается на 5 лет. Если в течение, например, через 3 года у него, ну в конце концов, там есть проявилось какое-то заболевание, возможно человека прооперировали, различные ситуации жизненные бывают. И если есть сомнения в возможности управлять транспортным средством, то тогда, ну как мы предполагаем и хотим, чтобы это было, тогда будет лечащий там врач, да, или терапевт там в поликлинике будет. Есть в принципе угроза, скажем так, для управления транспортным средством, связанной с этим заболеванием и необходимо ли его отправлять на медицинскую комиссию. Только так. Еще вопрос решается. Как сейчас рассматривается вопрос отсутствия при себе водительского удостоверения, если он есть в базе, в принципе? Ну, вообще на теперешний момент, да, то есть, ну, мы предполагаем, что в скорое время мы перейдем, да, и в том числе к идентификационным картам, возможно, да, то есть мы рассматриваем на теперешний момент возможность уже, то есть, либо водительского удостоверения, либо наличие при себе идентификационной карты. Вот, но вы помните, что мы уже, скажем так, отказались от отдельной статьи отсутствия при себе документов. Максимально лояльно относимся к случаям, когда действительно водительского удостоверения есть, но по каким-то причинам его нет при себе. На теперешний момент и, в принципе, и раньше мы в большинстве случаев ограничивались устным предупреждением, ну, как бы сейчас есть, появилась, скажем так, еще одна такая возможность вынесения предупреждения, но сотрудники ориентированы на, скажем так, при наличии информации на то, чтобы, скажем так, максимально использовать, опять-таки, профилактическую функцию законодательства. Хорошо, спасибо. Вот еще один из вопросов от агентства «Спутник» поступило наш адрес. Российская Федерация запускает систему паутин, которая позволит ловить за нарушения водителей на СНГ. Как будет организована уплата штрафов? Как это происходит сейчас? И что еще предстоит сделать? Насколько реально нарушителям не уклониться от штрафа нарушения в другом государстве? Ну, то, что касается российской системы, ну, в принципе, я предполагаю, что работа приблизительно будет организована. Она уже, в принципе, сейчас уже организована частично, то, что касается превышения скоростных режимов в Российской Федерации. По аналогии у нас используется такая же система на территории Республики Беларусь. То есть, мы, ну, у нас есть на основных выездах с территории Республики Беларусь пункты контроля оплаты, да. То есть, возможность посмотреть, на этом ли транспортном средстве совершались ли нарушения установленной скорости движения. Ну, и, соответственно, при остановке такого транспортного средства выясняются обстоятельства, и лица иностранных граждан привлекаются к административной ответственности в зависимости от регистрационного знака транспортного средства, на котором было допущено нарушение. Кроме всего прочего, мы на теперешний момент работаем с планшетами и компьютерами, которые в том числе позволяют инспектору ГАИ не только на пункте контроля оплаты, но и, скажем так, в мобильном варианте отслеживать наличие нарушения на транспортном средстве, зарегистрированном за пределами Республики Беларусь. То есть, если у нас камера фотофиксации фиксирует нарушения, то с помощью планшета сотрудник может посмотреть, было ли нарушение зафиксировано на каком-то определенном транспортном средстве, ну, к примеру, зарегистрированном в Российской Федерации. Ну, и, соответственно, общий порядок ведения административного процесса постановления и уплата штрафа. То, что касается отдельных нарушений, то и сейчас мы взаимодействуем с Российской Федерацией, есть конвенция взаимопризнаний по делам административных правонарушений, но там перечень ограничена. В основном это связано с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного пьянения. Большинство таких фактов, значит, если гражданин Республики Беларусь попадается, скажем так, к сотрудникам нетрезвым в состоянии Российской Федерации, они принимают там решение о вынесении штрафа и лишении права управления транспортным средством, как правило, штраф оплачивается на территории Российской Федерации, к нам приходит постановление в части исполнения лишения права управления. То есть мы у себя в базе помечаем о том, что лицо лишено права управления, то есть если его лишили лицо РФ за управление транспортным средством в состоянии алкогольного пьянения, он таким же образом будет признан лишенным права управления на такой же срок на территории Республики Беларусь. И, соответственно, обратная сторона, если мы здесь лишаем гражданина России права управления транспортным средством на три года, точно таким же образом мы делаем соответствующий запрос в Российскую Федерацию, и Российская Федерация тоже вносит в себя сведения о том, что это лицо считается на территории России, не имеющим права на управление транспортным средством со всеми вытекающими последствиями. Но, опять-таки, этот перечень не ограничен. С российской стороной мы в настоящий момент работаем над, скажем так, двухсторонним соглашением. Вот та конвенция, про которую я говорил, она заключена в рамках СНГ. Там много подписантов, да, на тот момент еще было, в 1997 году она была подписана. Сейчас с Российской Федерацией мы работаем в направлении двухстороннего, скажем так, сотрудничества в той части, что мы будем расширять этот перечень нарушений, связанных с нарушением правил дорожного движения. Ну, и механизм закладывается такой, что, предположим, гражданин Российской Федерации нарушил здесь у нас скорость движения, мы зафиксировали его камерой, мы соответствующее постановление будем направлять в, если не сможем взыскать здесь, исполнить постановление, будем направлять в Российскую Федерацию, и в Российской Федерации он будет исполнять это самое. Это наше постановление вынесено в территории Республики Беларусь, но уже, как вы понимаете, в российских рублях. То же самое применительно гражданам Республики Беларусь, которые будут допускать нарушения на территории РФ. Таким же образом у нас будут приходить запросы, и мы будем здесь, на территории Республики Беларусь, исполнять такие постановления, в том числе и в виде штрафа. Поэтому могу сказать, что в Российской Федерации, я так понимаю, ну и насколько я слышал, они работают не только с Беларусью в этом направлении, но и работают, по-моему, и с Казахстаном, потому что они, понятное дело, имеют достаточно большую протяженность и, скажем так, обмет транспортными средствами, прибывающих из Казахстана. У нас меньше, но, тем не менее, тоже у нас материалы такие подобные из Казахстана приходят, и тоже в рамках этой конвенции мы взаимодействуем. Уклониться нереально? По вот этим нарушениям на теперешний момент, ну, фактически нет. То есть, если каждая сторона, скажем так, заинтересована в максимальном, скажем так, обеспечении исполнения и взыскания, то, конечно, соответствующий запрос в Российскую Федерацию мы отправляем, ну, мы 100% отправляем. Соответственно, если Российская Федерация заинтересована в том, чтобы исполнялась она здесь, значит, и соответствующие запросы они присылают сюда. Скажу, что достаточно большое количество запросов с Российской Федерацией, с их стороны, и мы тогда достаточно большое количество отправляем. Хорошо, спасибо. Еще один вопрос. Ведется ли работа по оснащению камер системы распознания лиц, исходя из озвученной перспективы фиксации разговоров по телефону, использования ремней безопасности? Ну, понятно, что прогресс не стоит на месте, но, скажем так, есть много других нарушений, которые, скажем так, на теперешний момент фиксация которых, ну, скажем так, более проста, наверное. Хотя, если взять сам процесс от начала, скажем так, внедрения, начала работы по фиксации, например, тоже остановки стоянки, да, которая у нас есть на существующий момент, и заканчивая, когда унесение постановления, это достаточно очень длительный процесс, и, как бы, наверное, сразу там я краем глаза посмотрел, что есть вопрос, как быстро начнут работать там, например, там красный сигнал светофора и все остальное. То есть, на самом деле, процесс достаточно емкий от начала там. Вы же, ну, понимаете, что мы создаем систему, во-первых, для того, или на таком принципе, лучше мы двоих виновных не накажем, чем накажем одного виновного. То есть, настолько выверенным должна быть, скажем так, вот эта система определения нарушений для того, чтобы у гражданина, получившего, скажем так, так называемое письмо счастья, не возникло сомнения, скажем так, в обоснованности вынесенного в отношении его постановления. То есть, вот, казалось бы, определенные мелочи, но настолько их много, что каждый раз пытаешься минимизировать ошибку со стороны системы, потому что все-таки работает в своем большинстве, ну, автоматически выносится это постановление. Так вот, для того, чтобы, в принципе, не подорвать доверие к самой системе, делается очень много для того, чтобы обеспечить достоверность того, что мы получаем на выходе. И это делается как автоматически, это делается в том числе и, скажем так, вот с чем мы столкнулись на первоначальном этапе с техосмотром. То есть, мы ряд правонарушений еще дополнительно обрабатывали, скажем так, перепроверяли вручную для того, чтобы обеспечить, скажем так, достоверность вынесенного постановления. Чтобы мы понимали, что если мы вынесли постановление, то это 100% автомобиль не имеет разрешения на допуск участия в дорожном движении. А не то, что он к нам придет, к нам пожалуется, и мы потом начнем перепроверять, есть ли поводы у него к нам жаловаться. То есть, мы стараемся как можно, и, к сожалению, не всегда все-таки есть определенные моменты, где есть какая-то вероятность доли ошибки. И в этих случаях поэтому в законодательстве предусмотрена возможность пересмотра этих постановлений, несогласия. И уже если, и, кстати, большое количество, много есть, ну, не много, но не единично, скажем так, это не один и не два случаев, когда, скажем так, камера где-то сработала неправильно. Принимая меры полностью, вплоть до, сами инициируем вопрос о отмене постановлений, когда видим, что была определенная ошибка. Еще один вопрос. Санкции за неуполнение неоднократных требований сотрудника ОВД об остановке, повлекшее преследование, с чем связано ужесточение таких санкций и возросло ли число таких случаев? Ну, сейчас, наверное, подумаю, что этот вопрос будет, скажем так, вот это внесение изменений, оно носит какую-то политическую подоплеку, да, но на самом деле нет. Давайте вот мы просто оценивали ситуацию, да, то есть и раньше в законодательстве, да, и на теперешнем законодательстве неповиновение сотруднику, да, если мы берем просто неповиновение, да, сотруднику, да, то есть там предусмотрен административный арест. Был и раньше, и сейчас. На теперешний момент, ну, не на теперешний момент, а всегда так было, фактически не остановка по требованию, это неповиновение сотруднику. Тогда он выражает свое требование об остановке транспортного средства. И в этом случае применялись исключительно штрафные санкции. Но, я думаю, примеров, описанных вашими средствами массовой информации, в том числе, очень много, когда мы говорим о том, что сотрудники госэкспекции преследовали транспортное средство и использовали оружие для остановки транспортного средства. Оружие. Мы, наверное, госэкспекция, наверное, наши сотрудники. Тяжело мне, наверное, сказать, но, наверное, больше всех служб используем именно, ну, если мы не берем, конечно, специальные, ну, из милиции общественной безопасности, нам приходится по долгу службы часто использовать, доставать пистолет и осуществлять выстрелы из него, для того, чтобы именно остановить транспортное средство. Причем, в большинстве своих случаев эти меры вызваны тем, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения или водитель трезвый, но он был лишен за управление транспортным средством, именно за управление в состоянии алкогольного опьянения. То есть, в большинстве своих случаев, когда речь идет о преследовании и, тем более, применении и использовании оружия, то есть, вот такие случаи. И мы говорим, что он уже создает опасность не только для себя, да, когда осуществляется такое преследование, он создает опасность в том числе и для окружающих, да. И то есть, как мы говорим, что общественная опасность деяния на самом деле выше, чем, ну, в ряде случаев, да, чем простое неповиновение, там, вырвал руку, там, или еще что-нибудь, там, не выполнив другое требование, там, пройти куда-то, проследовать куда-то, да. А наказание на самом деле, то есть, немножко поменьше, ну, даже не немножко, а с учетом того, что здесь штрафа, там, арест, там, ну, отличается. Поэтому мы, в принципе, и выступили с этой инициативой, что давайте взыскание приравняем где-то к общественной опасности, да, ну, опять же, мы с вами не говорим о том, что любое, любая неостановка, да, в законодательстве влечет административный арест. То есть, мы говорим о том, что когда этот административный арест, может быть, примен только в случае, если неоднократные требования были высказаны, они не были соблюдены, неоднократные, я повторяю, неоднократные требования были высказаны, они не были выполнены, и это повлекло необходимость преследования лица этого самого, для остановки его. То есть, только в этом случае мы говорим о том, что возможно применение административного ареста. Если человек один раз не остановился, в данном случае мы не говорим о административном взыскании в виде административного ареста. То есть, самое вопиющее случай, скажем так, да, вот мы говорим о том, что возможно применение административного ареста. Хорошо, Александр Яковлевич. Дифференциация степени опьянения за рулем, начиная с более чем 0,5 промилле, как повлияла новая редакция кодекса на количество выявленных, нетрезвых водителей? Ну, наверное, правильно было бы не выявленных водителей говорить, а те, которые перестали ездить. Но мы, к сожалению, эту цифру не знаем, да. Но полтора месяца, на самом деле, это достаточно небольшой срок для того, чтобы подводить какие-то итоги того, что, ну, какая работа, да, или как она повлияла. Я могу лишь отметить, что мы за этот период количество нарушений выявленных состояния алкогольного опьянения, оно снизилось. Но говорить о том, что это исключительно заслуга данной нормы, наверное, все-таки неправильно. Мы все-таки должны говорить о том, что есть комплекс, скажем так, и тех норм, которые действовали раньше. Мы говорим про уголовную ответственность, да, и говорим про конфискацию транспортного средства. Вот, скажем так, безусловно, вот это вот ужесточение, оно как бы даст свою положительную роль, но оценить его вообще в объеме, скажем так, влияния всей ситуации, наверное, достаточно сложно, тем более за такой короткий промежуток времени. Но думаю, что на определенную часть граждан эта норма возымела свое действие. И очень многие задают вопрос о том, как выглядит упрощенный порядок разбирательства на месте происшествия при признании вины в случае совершения административного правонарушения. Речь идет не про упрощенный, а про ускоренный, наверное, вариант, да, скорее всего. Но, в принципе, он не поменялся, если раньше, ну, все мы обсуждали часть третью 10.3 Пикоап, да, 2003 года, в принципе, тот же механизм сохранился и в новом административном законодательстве. Единственное, что изменилось, этот механизм стал применяться и для вынесения предупреждения. Никаких принципиальных отличий между тем порядком и этим порядком нет. То есть, если человек согласен с допущенными нарушениями, согласен на вот этот, скажем так, ускоренный порядок ведения административного процесса, то он и будет вестись. В принципе, фактически ничего не изменилось по сравнению с предыдущим кодексом административных промежуток. Уважаемая коллегия, я озвучила все вопросы, которые имелись в пресс-конференции, которые поступали в ходе ее проведения. Если у нас дополнительных вопросов больше не поступит и не будет озвучено, я предлагаю мероприятие завершить. Продолжение следует...